Я люблю наркотики Ивангай никогда не был годнотой Ты не имеешь права даже пальцем трогати там шось Если ты не разбираешься Ооо да давайте сюда ваши тухлые помидоры А яйца приберегите нынешние цены на них просто пиздец Не стыдно Сегодня я вкратце расскажу вам историю Кумира миллионов который всех разочаровал А также сделаю разбор его личности, чтобы развеять миф о том, что Ивангай остался в музее и стал каким-то другим. Да, я недавно буквально рассказывал у себя в телеграм-канале, что я разочаровался в россиянах и в России после ряда дискриминаций по отношению ко мне. Просто посмотрите, горит крымский мост. Только что бахнуло две минуты назад. Я пересмотрел практически весь контент Вани, поэтому так долго роликов не было, и провел анализ и сравнение прошлого контента Вани с нынешним контентом. И могу с уверенностью заявить, что нихуя не поменялось. С чего вообще начинал Ивангай? Сначала он снимал ролики по Майнкрафту, также рисовал мультики про тоже различных Майнкрафтеров. А, 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 все, тихо, тихо. Раз, два, три. Далее Ивангай снимает летсплеи, и они почему-то очень хорошо заходят. Вот первый ролик Ивангая с камерой, 2013 год. И отличия от нынешнего Вани я уже здесь, честно говоря, не вижу. Я хочу спокойствие. Я сам себе тут король, и никто мне не смеет указывать, где мне бегать. Может, я здесь хочу прыгать. То есть, из этого выражения, судя из этого выражения Соболева, он просто завидует, что в России нацизм, а в Украине национализм здоровый. И вы можете сказать, что, ну, он тогда был неопытным, поэтому не особо там как-то играл на камеру. И я скажу вам, именно. Практически весь старый образ Ивангая строился на том, что он переигрывал и дико кринжевал, что сейчас воспринималось бы как, ну, типичный трэш-контент. А в то время это почему-то считалось прикольным, интересным. А нынешний Ивангай, он уже, ну, заебался кривляться, заебался переигрывать. И поэтому, если посмотреть то, как он ведет себя здесь. Комната, по большей части, построена с цельных блоков. И из чего еще? А, погодите, что я нашел. Мы находим точное сходство с тем, какой Ивангай сейчас. Так что, можно сказать, миф о том, что Ивангай как-то там поменялся, уже разрушен. Освещай тут. А это место у меня будет под надежной защитой. Как и тут. Это же просто пиздец уныне. Я думаю, что в то время он просто сыграл на актуальности. Тогда любой формат мог зайти. А тут еще и внешка привлекательная. Я хочу тебя. И под любым форматом, я имею ввиду, реально любой формат. Вот тут в ролике, например, Ивангай сначала показал, как выглядят разборки в фильмах. Как крутые разборки нам показывают по телевизору. А потом, как в интернете. Как крутые разборки мы видим в интернете. Это твой район. Как думаете, сколько у этого ролика просмотров? 1,4 ляма. И я реально пересказал вам все видео. Там больше ничего не было. 9 лет назад на ютубе могла зайти любая хуйня. Люди были непривередливы к контенту. В наше время стандарты куда выше. Оттуда и одна из причин упадка Ивангая. С тех пор, как Ваня ушел с ютуба, его аудитория выросла, как и требования к блогерам на ютубе. Пропала та самая ламповость. Появилось множество проектов с крупным продакшеном. По типу тех же ТНТшников, там что было дальше. Вот эта вся Лена Кука. Блогеры также подтянулись и вышли на новый уровень контента. Старые форматы с кривлянием уже не могли набирать тех же просмотров. Они уже попросту не воспринимались по аудитории. Это выглядело бы как кринж. Да-да-да-да! Наигранные эмоции больше не в моде, господа. Ну, по крайней мере, не настолько утрированные. Вот, что вы скажете насчет этого? Горбаки, блин! Легко подай на вам шоке! Ёскин кот! Пойду техподелку позвоню! Блядь, кринж! Парена! Это так много! У меня уже стилька! Это очень много. И я сейчас в шоке. Я даже не знаю, что сказать. Ребята, вам спасибо. Ребята, вам спасибо. Этот ролик сплошной кринж. Это великолепно. ВАТТАФАК! ВАТТАФАК! Ничего себе! У меня вообще-то яйца есть! Чё за хуйня? Ну, я думаю, вы поняли. Этот контент сейчас смотреть невозможно. Это просто полная хуета. Наигранные эмоции, пересвеченная картинка. Ну, и довольно слабый монтаж. Вышел патч для Майнкрафта на Oculus DK2, который у меня. И для версии Майнкрафта 1.8.1, в которой я, собственно, сейчас и поиграю. Окулусе. Хотя в то время, наверное, он смотрелся хорошо. Мне реально больно это смотреть. Единственный плюс, который я могу отметить, то что от этих роликов веяло действительно позитивным вайбом. У меня нет такого же отторжения от просмотров этих роликов, как от той же Йениной. Если выбирать между ними двоими, то я лучше бы посмотрел старого Ивангая. И, кстати, забыл вам сказать про возраст Ивангая. Я всё это время думал, что на момент, когда он снимал вот эти ролики, ему было лет, ну, 14-15. Оказалось, что ему было 18, блядь, лет. Понимаете, да? 18-летний парень снимал вот это. Всё будет хорошо! Всё будет хорошо! Я это проёс! Или вот это. Если сейчас будет кто-то снимать что-то подобное в 18 лет, скорее всего, он окажется в ролике про трэш-блогеров на уровне, там, Хилми и Сплитики. И, естественно, самому Ваню это тоже заёбывает. Когда ты, ну, 18-летний парень, ты растёшь, тебе там уже 19-20, ну, в голову закрадываются мысли о том, что что-то я делаю в своей жизни не так. Я, кажется, я заебался переигрывать в каждом ролике. Вот и у Вани иногда проскакивали ролики, в которых он уже кривлялся поменьше. И, ну, поведение уже напоминает нынешнего Иванга. Сейчас мы находимся в моей комнате. Это моя комната, это моя кровать, где я сплю. Я начал с неё, потому что, собственно, с чего начать? Начнём с моего рабочего места. Здесь я работаю, у меня здесь есть всё, что надо для работы. Из странных моментов, которые я заметил, Ивангай иногда делал ролики, скажем так, не очень подходящие для его аудитории. Потому что, ну, его смотрели, там, дети до 10 лет. Нет, оно не работает! Я трахаю собаку постоянно! Я не девственник! Его аудитория даже не могла понять этих шуток, если это, конечно, можно так назвать. Это, это пиздец. Хуебался, хуебаный, ванильный хуебал сына твоего отца, шлёпок, майонезный. Так, всё, у меня передоз кринжа, мне нужен перерыв, это пиздец. Ням, как же будет вкусно, подумал я, ведь что может пойти не так? О, а это классика. Самый задизлайканный видос Ивангая в своё время. Тут охуела даже его постоянная аудитория. И, на мой взгляд, это крайне странный момент, что ты делаешь такие видосы на маленькую аудиторию. Я понимаю, что для тебя это смешно, тебе уже 18+, но, блядь, чел, ну, неси ответственность перед своей аудиторией. Это, это пиздец. Ну, ладно, я разговариваю со старым Ивангаем, какой в этом смысл, нахуй? Он сейчас рекламе с букмекерки и казино, ему вообще, по-моему, похуй на мораль. Типа, я такой стримлю на украинском, меня никто не поддерживает. Типа, никто не сказал, что, вау, Ивангая стримит на украинском, как круто. Думаю, блядь, ну ладно, буду стримить на русском. Ебаный брат, сука. Ещё один очень странный момент, это взаимоотношение Марьяны Ро и Ивангая. Если кто-то не в курсе, то на момент, когда он обратил на неё внимание и начал к ней клеиться, а именно он начал к ней клеиться. Он сам решил приехать? Да. Ему было 18, а Марьяне Ро 14. Как-то слово за слово, он там мне написал, что я тебя так люблю, а я сижу, мне 14 лет, я не понимаю, а как можно влюбиться по интернету, это такой бред, я считала. Я люблю тебя. Меня? Любишь детей? Блядь. Сейчас это, это, ну, его бы сожрали за это. Короче, бы сейчас пришло это тело. А это звук? Это звук. Но в то время, кажется, никто об этом не задумывался. Мне, будучи пиздюком, было как-то, ну, я вообще думал, что ему лет 15, блядь. Вот, кстати, один из первых роликов с Марьяной Ро. Пил, 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 пил-пил, пил, пил-пил. Харби нравится, Харби одобряет. Маме Марьяны Ро ва не очень нравилось, и она даже угрожала ему за Явой. Трикт случился в том, что просто, я так понимаю, мама пригрозила ему, учитывая, что ему было 18, а тебе 15 на этот момент, она реально пригласила ему заявление. И он испугался и уехал Неудивительно, блять Потому что вы просто представите себе ситуацию Какой-то пацан, блогер, 18 лет Собирает твою дочь 14-летнюю В другую страну ебать Конечно, она хотела вернуть свою дочь Из Москвы в Японию И, ну, угрожал ему заявой На что Ваня, конечно, обосрался А Марьяна считала, что он испугался и уехал И ее это крайне задело То есть, какая любовь Если ты просто так берешь и сматываешь Я объясню тебе, какая незаконная любовь Его посадили, куям Как тебе такая любовь? Ждала бы из тюрьмы его 8 лет Восемь лет уже! В то время еще парочка Ивангая и Марьяна Ро Считалась одной из самых лучших пар в интернете И вот этой темы с возвышением всех парочек в интернете Мне никогда не понять Потому что вы не видите, что происходит за кадром То, что вам показывают, это всего лишь красивая картинка Как в кино, где, ну, все просто отыгрывают какие-то роли И в данном случае это, ну, какая-то кринжовая роль Каждый коллап этих ребят это супер кринж Но маленькие детишки, девочки, мальчики Неумолимо возвышали эту пару Возносили ее до небес До ситуации, пока они не расстались Тут и Марьяна Ро выплакалась на камеру В этом видео я просто буду с собой И Ванга решил подлить бензина В этот огонь хейта Марьяны Ро Вот этим постом Замечательный пост Иван Гайба получил, я думаю, премию золотая малина Если бы она существовала в сфере отношений Твою бывшую травят и сжигают на костре Подли бензиновый огонь, чувак Ты же настоящий мужик Если люди разводятся, то нельзя винить Кого-то, кого-то одного Всегда виноваты оба И жена И теща Уже можно заметить, что как человек Иван Гай, ну не сказать, что был хорошим Потому что видос в поддержку Марьяны Чтобы этот хейт в ее сторону прекратился Он снял только два года назад Ты не заслуживаешь того хейта, который вокруг тебя Ты, блядь, еще лет десять подождал, нахуй Уже похуй всем, чел, проснись, блядь Кстати, а вы знали? Марьяна Рос и Ван Гаем расстались Пиздец актуально, да? Короче, это, ну, Иван Гай парень года Мне больше нечего сказать, как бы Это пиздец Почему ни у кого не возникло вопросов к Ван Гая Как человеку еще в тот момент, когда он начал подливать огня В сожжение Марьяны Ро Ну, на тот момент, я не знаю Ну, это вызывает вопросы Я уж молчу ее в возрасте После расставания Иван Гай еще какое-то время снимал на ютуб И все закончилось роликом про музей Далее он выпускает свой трек, который неплохо зашел Потому что это Иван Гай, топ-1, блядь, СНГ-блогер И через некоторое время он снова же пропадает Ну, в общем, счете на три года Так как тогда не особо велись соцсети Вроде, там, Телеграма Иван Гай практически не освещал, что происходит в его жизни для своей аудитории Все задавались вопросом Где же наш любимый Иван Гай? Что с ним случилось? Куда он исчез? А Иван Гай ушел за хлебом Ну, ладно, не за хлебом Здесь он объясняет, что произошло на тот момент У меня не было желания Я уже вытягивал из себя хоть какого-то Иван Гая радостного Чтобы хоть как-то дать контент Я понял, блядь, нахуй я это делаю? Типа, мне неприятно Это не мой вайп Мой вайп сейчас сидеть и изучать какое-то новое ремесло Формально какой-то, типа, уход в музей был Потому что я решил, типа, оставить Иван Гая в музее на полке А сам, типа, создаю Авена Типа, этот проект новый Однако что-то пошло не так Потому что буквально через год Он начал сниматься в роликах с Олу-ложкой В том же Майнкрафте И при всем при этом я буду играть не один Но кто же со мной? Некоторые, наверное, догадались Некоторые увидели Привет Ой, я рано вылез Всем привет! С вами Иван Гая Блядь, чел хотел уйти от старого образа И заняться музыкой А вернулся к тому, с чего начал И если проследить, то и в дальнейшем Он на свой канал снимал то же самое, что и раньше Happy Wheels, блядь, чел Ну, ты же хотел уйти от своего старого образа Нахуй ты снимаешь то же самое Что ты снимал 8 лет назад, ебать А музыка Иван Гая Ну, если проследить снова же историю Вани Да, то он всегда был так или иначе связан с музыкой Одни из первых его видосов музыкальные Тоже там всякие ремиксы, демо и все в таком духе И в других роликах так или иначе у него всплывала музыка Ну и как бы занимайся музыкой Но нет, он заявляет, что он углубился в нее Что он сейчас преисполнится и выпускает Ну, говно Я никогда не накручивал Но иногда по тебе я скучал Иван Гай рассказывал, что учился у диджея И, на мой взгляд, учился к какой-то хуйне, судя по всему Сведение Говно Так как слушать это дискомфортно Рифмы Накручивал Скучал Пропадал Даже школьники в наше время уже знают, что рифмовать глагол на глагол это зашквар А это вообще плагиат бита Моргена Хуйню, Слава, как всегда, блять И читки из этого трека Касательно котиков Я не знаю полной его истории Но несколько лет назад вышло интервью с Дудем Где он открыто освещал тему о том, что он употреблял Ты курил вчера перед сном? Нет Нет Нет, нет, нет О чем еще заявляла Марьяна Ро в интервью В котором ей никто не поверил, да, в свое время Ну он был на реабилитации несколько раз, я знаю И практически все списывают его изменения на котики Что он от этого стал более овощным Но на мой взгляд он всегда был овощным Ну сейчас чуть-чуть более овощным стал, да Но в целом он всегда таким был Просто наигрывал эмоции, вот и все И кстати, даже это он позаимствовал у известного блогера Пивди Пая Если посмотреть интервью Дудя, то там про плагиат своих треков он говорит следующее Ну я взял этот луп I wanna love you, wanna see И просто перепел своим голосом И в образе точно так же Единственное, что изменилось с тех пор Это то, что Ивангай изменил своим принципом И начал стримить казик, букмекерки А ты рекламируешь что? Букмекерский контор А ведь это запрещено, ты знал? А также начал постоянно переобуваться по любым вопросам То есть вот, например, ситуация Началось СВО Ивангай говорит о том, что он теперь будет только на украинском разговаривать в поддержку своей страны Я пытался, я пытался на украинском делать, я не почувствовал поддержки, никто меня не поддержал Мне нечего сказать, значит, это Чел, тебе никто не должен был оказывать поддержки за то, что ты говоришь на своем родном языке Это то же самое, что я бы выпрашивал поддержку за то, что я говорю на русском Кстати, ребята, подписывайтесь на мой телеграм, потому что я говорю на русском И ставьте лайк, подписывайтесь на канал, потому что я говорю на русском Ну, я думаю, ты понял, о чем речь Сейчас аудитория Ивангая практически вся отвернулась от него Все настолько плохо, что буквально топ-1 СНГ-блогер какое-то время Сейчас собирает на стримах жалкие тысячи При том, что они, сука, накручены, потому что у него чат просто мертв Его стрим, во-первых, тут онлайн и везде одинаково, видите То есть онлайн не больше, не меньше Ровно везде по 3К Если мы зайдем на статистику каждого стрима То видим, как у него буквально там за первые 10 минут набирается 3К И держится на протяжении всего стрима Сейчас Ивангай в основном снимает стримами И крайне редко выпускает ролики на ютуб Ну и стримы у него, скажем так, говно Санин какой-то волшебный блог В смысле? Годный контент подъехал Практически все время он там крутит казик Из интересного посмотрел недавно стрим Хесуса с Ивангаем И там есть несколько интересных моментов Тут, конечно, палки в колеса И тоже одному из древнейших блогеров Хесусу Смотри Ну что же это? Смотри, вот ты попросил, да, чтобы подписались Но надо немного презентовать свой канал Надо презентовать Ребят, у меня там офигительные просто истории У меня твои истории просто доебали уже Я уже не могу их слушать Вот эта вот личность моя И душа, и главная душа Легенда Какой казик, чтооооо Казик Теперь он только делает, что по казино стримом гоняет То есть я, например, тоже считаю, что стримить казино это, ну, плохо Хоть и сам хожу к стримерам по казино А также считайте рекламировать то же самое казино Приглашая Ивангая, который рекламирует свой твич А если посмотреть в телегу и твич Ивангая То, ну, что мы видим Казино, казино Респект И можешь идти нахуй И в целом, да, казик рекламирует Я как человек Могу тебе, я могу себе теперь позволить Кого-то за это критиковать Я отказался от рекламы казика Теперь да, я могу, говоришь Вот он плохой человек, потому что реально рекламирует казик Охуевший Также из интересных моментов, что в нем точно поменялось Это его окружение Потому что Ивангай дружит и снимает коллабит с Никоглаем Колян, Колян, здорово Колян крутой Реально? Ну, а что нет? Да Ну, как говорится, скажи мне, кто твой друг И я скажу, кто ты Судя по всему, Ивангай долбоев Ивангай, ну, перестал источать, скажем так, позитивный вайп И я думаю, это главное, за что перестал любить его аудитория Короче, Мазелов твой хейтер Он реально хейтер? Да Судя у того же Надьева Я думаю, он серьезный Я сначала думал, что он шутит Если он так серьезный, то он долбоев Потому что старые ролики Вани, несмотря на то, что, ну, довольно-таки кринжовые на нынешнее время Но их хотя было не тошно смотреть Они были позитивными, они были веселыми А сейчас это просто клубок ненависти Который источает агрессию ко всем, кто, ну, хоть что-то скажет в его сторону А как ты к Соболеву относишься? Который Николай Соболь? Ну, согласись, он черт Слушай, у него видосов 30 про меня, где он хуесосит меня Как я могу относиться к этому человеку, который априори, типа, негативно пытается слить меня? Я живу в хейте, нахуй, я маринуюсь в нем Я на любую площадку, куда не зайду, меня хуесосит Любой, кто негативно про него высказался, чертила Видимо, учиться он на своих ошибках не собирается Но, как говорится, если от всех воняет говном, возможно, ты обосрался И к чему мы приходим? Ивангай никогда не был хорошим человеком Он не был тем, кем его представляли Это все был просто наигранный, переигранный образ И хорошим человеком он тоже не был Котики он употреблял еще во время отношений с Марьяной Так что я не думаю, что это как-то сильно повлияло на его нынешний образ Когда ты попробовал в первый раз? После окончания 11 класса И то, что он сейчас рекламирует Казик, Букмикер Я абсолютно уверен, что он делал бы то же самое, если бы ему не платили за монетизацию на Ютубе Он же это делает только потому, что деньги кончаются и рекламодателей нет В итоге когда-то топ Ютуба превратился в крайне неинтересного молодого человека Который не то, что не наигрывает, переигрывает эмоции Он даже контент интересный выдать не может Даже вот последний ролик Парень из народа, наш бро, гений Как и многие другие, я вдохновлялся этим человеком Но в последнее время репутация Илона Маска оказалась под ударом Мне очень смешит, что он думает, что этот видос набрал, потому что он интересный Нет, Ваня, все подумали, что ты снял саморазоблачение И это было бы действительно интересно глянуть Но у человека отсутствует какая-то самокритика Чувство самоиронии Я не знаю, что в нем вообще есть Даже твоя музыка пиженная А та, что не пиженная, по качеству, ну, говно А когда Ивангай строит из себя политолога Извините, что затрагиваю эту тему, но Все были в 14-го года, когда содрогалось земля Большие дяди решают свои геополитические интересы Большие дяди? Кто? Зеленский, который выбрал народ Зеленский, бля В 2014 году на рассмеши смешного он решал вопросы в жюри Ты, если политологом заделался, ты хотя бы изучи, в каком году твой нынешний президент вступил на должность Это абсолютно, ну, бестоланный на данный момент человек, которому когда-то повезло Что удивительно, настолько повезло, что он набирал десятки, реально десятки миллионов просмотров на каждом, сука, видосе И сейчас он не способен даже близко подобраться к этим цифрам, потому что он растерял весь свой старый образ Он разрушил все, что строил все эти годы Видимо, думая, что удача будет играть на его стороне всегда Но так как он ушел от анимации, а также ушел от своего образа смешного блогера В нем не осталось совершенно ничего Я Дэден Сай, мне 9 лет Так что люди, которые думают, что Ивангай как-то изменился, что он остался в музее Я думаю, что после этого ролика вы уже поняли, что по сути ничего не поменялось Я как никто другой знаю, что то, что нам нравится лет в 10, там, в 11 Вряд ли понравится нам в нынешнем возрасте Потому что наши стандарты меняются, мы растем И самое плохое, это когда блогер не растет Все умные один Я, сука, Карли Тупой, блять И, конечно, сложно воспринимать блогера, который не растет вместе с нами А отстает и остается где-то там позади Что и случилось с героем нашего сегодняшнего видео Ну, я приглашаю вас в свой Телеграм, где вы можете обсудить со мной любую тему любого блогера Я часто дискутирую там со своими подписчиками в комментариях Также в своем Телеграме я анонсирую все свои стримы Они и крайне интересны Например, на последнем мы общались с Тупизмом, а также с Зио Если вы не смотрели, посмотрите Ну, я подожду вас на следующих своих трансляциях Ну, а вы не забудьте сделать красную кнопочку подписки серенькой Для всех, кто будет васмущаться, почему они в костюме горничный Мы не успели собрать 50-ка до Нового года Давайте так, 60 тысяч подписоты до конца этого месяца И будет вам костюм горничный Ну, а с вами был Милка Мейкер Увидимся через неделю Вы просто прикиньте, если бы кто-то сейчас так наигрывал эмоции Это выглядело бы как-то вот так Всем привет! С вами Милка Мейкер И сегодня мы будем обозревать Дашу Дашик! Субтитры сделал Dашик! Субтитры сделал Dашик!